Привет друзья, сегодня мы поговорим о самых увлекательных играх, которые стоит испытать на себе. Если вы любите адреналин, интригу и невероятные приключения, то этот ролик именно для вас. Little Nightmares 2, вторая часть захватывающей и одновременно пугающей приключенческой игры, которая вновь погружает нас в историю, связанную с жизнью маленькой девочки и ее верного спутника, мальчика по имени Мона. Линия сюжета расскажет нам о том, как друзья оказались замкнутыми в альтернативной, искаженной реальности, которая не дает им возможности выбраться в реальный мир. Единственным путеводителем был и остается далекий маяк, к которому еще предстоит добраться, преодолевая множественные преграды и сталкиваясь с жуткими обстоятельствами. На пути ребят ожидает битва с противниками, которые сделают все, чтобы ты остался в этом мрачном мире навеки. Стоит уделить особое внимание изучению окружения, а также стараться всегда взаимодействовать друг с другом, что позволит быстрее достичь поставленной цели. Необычный мир хранит в себе массу страшных тайн и секретов, которые друзьям необходимо раскрыть по пути, чтобы открыть доступ к новым возможностям и новым локациям. Графика исполнена отлично, сочетает в себе приятную анимацию и уникальную рисовку, что в совокупности создает чарующую атмосферу. Mafia Definitive Edition Игровой проект представлен в виде ремейка культовой игры прошлого, которая обрела огромную популярность среди геймеров. Ты окунешься в мир приключений и экшена, где главная тематика в игре – это преступность и криминал, с которыми тебе предстоит сталкиваться на протяжении всего времени прохождения. Для начала познакомься с главным героем по имени Томми Анджело, который, по совершенной случайности, оказывается втянутым в мир мафии, где ему предстоит пройти непростой путь, справляясь с преградами и опасностями. Участвуй в перестрелках и погонях, разгадывая покрытые мрачной пельной тайны, а также не забывай постоянно развивать свои профессиональные навыки, которые позволят завершить более сложные миссии. Данный ремейк не понес за собой существенных изменений, особенно это касается линии сюжета, которая все так же полна неожиданностей, нелинейно и непредсказуемо. Основная модификация коснулась именно визуальной составляющей, которая позволит игроку окунуться в еще более реалистичную атмосферу. The Play Tale Innocence – это приключенческая игра, действие которой происходит в средневековой Франции. Вы возьмете на себя роль девушки по имени Амиссия, которая вынуждена скрываться от инквизиции, которая ведет за ней охоту. Помимо всего прочего, героиня должна присматривать за своим братом Хьюго. Их ждет опасное путешествие через мрачные средневековые события Европы. Сложность заключается в том, что подростки живут в разгар черной чумы. Полчища крыс распространяет эпидемию с невообразимой скоростью. В разгар эпидемии люди живут отшельниками и отказываются обращаться к незнакомцам. Чтобы выжить, Амиссия и Хьюго должны объединить усилия с другими бездомными детьми. Только дружба может помочь им преодолеть окружающие их ужасы. Играйте за сильного и умного ребенка, которому только исполнилось 15 лет. Зачтите своего единственного кровного родственника Хьюго, который выжил после ужасной резни. Мальчик полностью непригоден для жизни и нуждается в круглосуточном уходе. В игре захватывающий сюжет, который расскажет вам много нового о главных героях, а также познакомит вас с другими жителями Франции. Uncharted 4 FF's End Приключенческий экшен, в котором главные персонажи ищут сокровища пирата Генри Эвери. Пират получил это богатство после захвата корабля Ганг и Савай. О поиске героев постепенно привели их в Либерталию. Это заброшенные руины древней пиратской колонии. Данная часть обладает множеством флешбеков, повествует о взаимоотношении между персонажами, а также рассказывает о событиях, где участвовал Нейтан Дрейк. Геймплей происходит от третьего лица и вмещает элементы трехмерного платформера. Большую часть прохождения вы будете контролировать Нейтана Дрейкона. А в пятом эпизоде возьмете управление над Сэмом и Кейси. На уровнях предстоит прыгать по зданиям, цепляться за выступы, раскручиваться на веревках и выполнять другие элементы паркура. Все это для того, чтобы преодолевать препятствия, быстрее перемещаться и неожиданно подать на врага снизу или сверху. По мере прохождения понадобится вести дневник Дрейка, где содержатся найденные записки и имеются подсказки к решению многочисленных задач. Инвентарь у героев ограничен. Вы сможете нести один автомат, винтовку, пистолет и холодное оружие. Пушки можно менять, подбирая их у погибших врагов, либо находя на локациях. Осталась и механика стелса. Благодаря ей можно бесшумно убивать врагов и целые отряды, чтобы они вас не замечали. Впрочем, вы можете проходить уровни, убивая всех соперников с дальнего расстояния при помощи снайперки. Идти на пролом со штурмовой винтовкой, либо карабкаться по зданиям, убивая соперников в спину и производить меньше шума. It Take Two. Увлекательная приключенческая игра, которая наделена захватывающей линией сюжета и массой неожиданностей. История расскажет о маленькой девочке, которой предстоит вот-вот пережить развод родителей, чего она сильно не хочет. Желание взяло верх, и она решила прибегнуть к магии, создав двух одушевленных кукол, которые отправятся преодолевать массу испытаний, чтобы оказаться в прошлом и предотвратить ссору родителей. Игрок вместе с куклами погружается в мир воспоминаний, снов и грез, который наполнен приключениями и различными препятствиями. Тебе предстоит решить сложные задачи, разгадать мрачные тайны и постараться раздобыть всю необходимую информацию, чтобы достичь успеха в поставленной цели. Что касается игровой механики, то она довольно непростая, нужно будет контролировать движение каждого персонажа, чтобы суметь оставить позади ту или иную преграду. Графическое же исполнение проработано на отлично и погружает нас в приятную и сказочную атмосферу. Изучи окружение, найди полезные предметы, раскрой главные секреты и измени настоящее, чтобы избежать беды. Metro Exodus. Игра в стиле выживания, где тебе предстоит отправиться во вселенную, которая до недавнего времени пережила жуткие события. Дело в том, что на планету обрушился апокалипсис, который понес за собой немало последствий. Игра отличается отличным визуальным исполнением и разносторонней линией сюжета, что точно придется по вкусу всем любителям подобного жанра. Сюжетная линия отправит тебя на территорию Москвы 30-х годов, где люди были вынуждены отправиться жить в подземелье. Но со временем ресурсы стали истощаться, а жуткие жители поверхности все чаще стали нападать на их вкрытие. Также игра расскажет о существовании особого подразделения, которое занимается защитой граждан от нападения со стороны мутантов. Было принято решение немедленно отправить специализированную группу на поверхность, чтобы постараться исправить ситуацию. Задача команды заключалась в исследовании территории Востока, чтобы найти подходящее место для жизни выживших людей. Это место должно быть максимально безопасным, поэтому найти его будет не очень-то и просто. На поверхности все еще самые высокие показатели радиоактивности, но у людей уже нет надежды на светлое будущее. Поэтому на тебя возлагается огромная ответственность за тысячи жизней. Стрей – это захватывающая приключенческая игра, действие которой разворачивается в освещенном неоновом киберпанковом мегаполисе, известном как «Город завтрашнего дня». Геймеры берут на себя роль бродящего котика, перемещаясь по шумным улицам и переломкам в поисках секретов города. Геймплей представляет собой смесь стремительного боя и скрытности, поскольку игроки используют разнообразное оружие, включая когти и высокотехнологичный лук, чтобы уничтожить врагов. Механика также включает в себя движение в стиле паркура, что позволяет игрокам с легкостью перемещаться по крышам и переулкам города. Сюжет сосредоточен вокруг загадочной фигуры, известной как «Призрак», в руках которого находится ключ к разгадке секретов города. По пути вы встретите множество персонажей, включая безжалостного криминального босса по прозвищу «Король» и загадочного хакера по прозвищу «Оракул». Действие происходит в огромном открытом мире, где игроки могут исследовать различные районы города, каждый со своей уникальной атмосферой и миссиями. Среди районов есть неоновый рай, известный своими яркими огнями и красочными рекламными щитами. Набережная – район, расположенный на побережье с портом и промышленностью. И высоты – район высшего класса с высотными зданиями и роскошными магазинами. По мере прохождения игры у игроков будет возможность улучшать свои способности, оружие и снаряжение, используя такие предметы, как кошачий бустер для увеличения скорости и ловкости. И призрачный провод для взлома вражеских технологий. Благодаря сюжету, стремительному действию и яркой атмосфере кибербанка, Stray предлагает игрокам захватывающий и незабываемый игровой опыт. Detroit – Back of Human – это приключенческая игра с интерактивными элементами, где на протяжении десятилетий ученые всего мира работают над созданием искусственных андроидов. Благодаря технологическому прогрессу теперь можно создавать искусственный интеллект, не уступающий человеческому мозгу. Этот искусственный интеллект похож на две горошины в стручке, завернутые в оболочку, как живой человек. Машина запрограммирована на надежное повиновение командам своего хозяина. Ученые считают, что андроиды могли бы значительно облегчить повседневную жизнь граждан, выполняя за них домашние дела и другие задачи. Однако некоторые образцы будут испытывать системные сбои и, как следствие, приобретут собственную волю. В ходе этого процесса игрок знакомится с тремя, казалось бы, не связанными между собой роботами. Первый – домохозяйка, второй – детектив, третий – байкер. Постепенно три сюжетные линии сплетаются воедино. И только вам решать, чем все это закончится. Kingdom Come Deliverance – захватывающая ролевая игра на тему средневековья, где ты сможешь почувствовать себя настоящим гладиатором и отправиться на поле боя, сражаясь с врагом один на один. Эта игра представляет для тебя массу возможностей. Иди куда хочешь, делай что хочешь, выполняй миссии в удобном для тебя порядке. Здесь ты можешь не только вести боевые действия со своими соперниками, но и стать работником одной из многочисленных профессий того времени. Игра также является поучительной, ведь здесь переданы истории, которые существовали на самом деле. Ты сможешь оставить все как есть, либо изменить ход событий. Все зависит только от твоего решения, но будь максимально внимательным. Здесь ты сможешь стать как на сторону зла, так и на светлую сторону. Будешь ты беспощадным бандитом или величественным воином – решать только тебе. The Last of Us Remake – это переосмысленная версия классической игры в новой версии, где игроки смогут погрузиться в безумный мир, который сохранил свою атмосферу хаоса и разрушения, но при этом получил улучшенную графику, звуковые эффекты и геймплей. Одной из главных особенностей игры является ее сюжет. Игроки примут на себя роль Джоэла, выжившего в мире апокалипсиса, где зараженные грибами люди стали мутантами и представляют угрозу для остальных выживших. Он должен проникнуть в карантинную зону, расположенную в Бостоне, и доставить молодую девушку Элли в безопасное место. Но пусть к спасению будет заполнен опасностями. Поэтому Джоэлу и Элли придется столкнуться с бандитами, с зараженными и другими опасностями, чтобы добраться до своей цели. Геймплей игры является сочетанием сценариев насыщенных действий и эмоционально насыщенных персонажей. Игрокам предстоит сражаться с врагами, используя различное оружие от пистолетов до дробовиков и лука, а также использовать технику ближнего боя и скрытность, чтобы убить зараженных и враждебно настроенных людей, но также ищущих справедливости и мирного существования. Также вы должны будете исследовать мир, собирать ресурсы, искать лекарства и обмениться с собранными ресурсами с другими выжившими. И что немаловажно, в игре предусмотрены сцены диалогов, где персонажи обсуждают свои мысли и чувства, раскрывая свою личность и отношения. Надеюсь, что этот список игр вдохновил вас на новые захватывающие приключения. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие игры вас заинтересовали. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео о фантастических играх. Удачи вам в игровом мире и до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok